О роли женщин в развитии страны говорили сегодня в правительстве. К примеру, Казахстан по числу бизнес-вумена переезжает США, Россию и Турцию. В этом году для трудоустройства дам из бюджета выделят более 177 миллиардов тенге. Эти деньги распределят на гранты, новые рабочие места и пособия. Динара Нургалеева расскажет подробнее. Число бизнес-вумена в Казахстане и их доля в управленческом классе растет. Количество зарегистрированных ИП, где руководители женщины составляют 54%. Самозанятые преобладают в таких сферах, как образование, операции с недвижимостью, услуги по питанию, торговля и здравоохранение. Итак, в нашей стране свыше 4,5 миллионов экономически активных женщин. Подспорьем для них станут 177 миллиардов тенге, которые в этом году выделяют из бюджета. Из них 42 миллиарда направят на выдачу кредитов и грантов. Оставшиеся 135 миллиардов распределят на субсидирование рабочих мест среди женщин. На заседании правительства министр труда отметила, с этого года повысили размеры единовременных пособий по рождению ребенка. Семья, в которой появится первый, второй и третий малыш, получит от государства 131 тысячу тенге. А за четвертого и более 217 тысяч. До полутора лет увеличен и период выплат по уходу за ребенком и охватит 760 тысяч семей. В этомстве озадачены и вопросом регулирования пенсионного возраста для женщин, занятых на вредных и опасных условиях труда. Мы рассматриваем вопрос, чтобы возможность при определенных условиях, параметрах их деятельности выйти пораньше на пенсию. Я думаю, уже к апрелю, наверное, дадут уже свои предложения. Премьер Казахстана Алихан Смаилов в преддверии 8 марта вручил Тамаре, Дюйсеновой и двум женщинам. Министрам букеты сегодня мужская половина Кабмина поздравляет коллектив. Ну а уже завтра жен и матерей. Что вы будете дарить в этом году? Я цветы дарю и свою любовь дарю. Цветы, я думаю, цветы. Самое главное не что дарить, а внимание. У нас есть общество казахстанских дипломатов, они из взносов дарят девушкам цветы. Своим? Ну, своим это секрет. Традиционно цветы. На какую сумму планируете? Ну, сейчас цветы, сами знаете, сколько стоят. Ну, в рамках разумных проделов. Терпаны дешевле, розы дороже. Сейчас розы стоят порядка 2,5 тысяч тенге в Астане. Статистика показывает, что в Казахстане больше женщин, нежели мужчин. И так, страна насчитывает более 10 миллионов 118 тысяч женщин. В разрезе регионов больше всего представительниц прекрасного пола поживает в Алматы, Туркестанской и Алматинской областях. Динара Нургалиева, Дедар Елев, Информбюро, Астана.